добрый вечер уважаемые зрители мы продолжаем с вами говорить про база данных сегодня как я и говорил мы обсуждаем тему перехода от ER диаграммы к реализационной схеме напоминаю что считаем что ER диаграмма у нас создана и в общем-то у нас там уже нет проблем но давайте еще раз проговорим процесс создания новой базы данных например базу данных на первой стадии процесса связанного с проектированием необходимо сформулировать следующие вопросы найти на них ответ какая информация должна быть представлена базе данных каким образом элементы данных соотносятся с друг с другом какие ограничения например ключи и условия сочной ценности должны быть виденными эта стадия часто протекает в течение длительного времени пока все альтернативные варианты не будут рассмотрены и сопоставлены и все не не учтены и согласован со стадии проектирования следует стадия реализации предусматривающая использование инструментов конкретной системы управления базами данных ну поскольку собственно подавляющая большинство коммерческих систем баз данных основаны революционной модели но сейчас приведите конечно на русской системы но пока они целесообразно как я уже говорил использовать революционную модель но мы начинаем с ER диаграммы потому что проще затем результат преобразовать в революционную модель одна из причин но для меня это то что революционная модель основана на единственном понятии отношения они на совокупности различных взаимодополняющих понятий таких как множество сущности и связь с ER модель обладает некоторыми ограничениями смысла гибкости которые проще уже обойти по завершении на завершение начали стадии проектирования процесс превращения ER диаграммы в революционную схему довольно прямолинейен преобразовать каждое множество сущностей в отношении с тем же набором атрибута заменить каждую связь отношения атрибута которые играют исключаем множество сущностей соединенных этой связи есть несколько исключений это слава и множество сущностей связи подкладцев нам до них пока и дело для каждого множества сущностей не являющей славой можно создать отношения с тем же именем набором атрибута такое отношение не будет содержать каких-либо сведений о связях в которых участвует исходное множество сущностей и это печально было бы хочу на что обратить внимание незабываемое в основном различие между схемой отношений и экземпляром отношений схема включает наименование перечень атрибута считается более устойчивым объектом экземпляр состоит из набора кортежей отношений которые подвержены частым изменениям в процессе моделирования данных различия между схемой и экземпляром отношений отчетливо себя будут проявлять описание множества сущностей и связей это средство представления схемы ER-моделей а множество сущностей и данных связей таковых это экземпляры схемы экземпляр базы данных не является частью виде дизайна в процессе проектирования мы можем только предполагать какие конкретные образцы данных будут в них храниться отсюда какие у нас с вами могут быть проблемы не путаемся так вот у нас с вами будет схемка в ней у нас две сущности книга и цена примерно так да что книга полка цена соответственно соответственно я с вашего разрешения не буду рисовать ER диаграмму по моему после предыдущих чуть ли не пяти видео не должно никаких проблем быть в том чтобы нарисовать эту диаграмму ни у кого вот звание полка цена все как я вам говорил ну давайте война богов ну так это седьмая может быть это стеллаж там неважно цена 500 рублей ну понятно что в ER диаграмме между ними была бы связь была бы книга и допустим некая еще отдельная сущность и связь между ними потому что конкретная книга может лежать только на конкретные полки и иметь конкретную цену ну никак не получится положить одну книгу на 10 полок не дать ей 8 цен может иметь скидку прошу прощения может быть скидка но это совсем другая история теперь такой вопрос связь связи ER модели также представляются отношениями отношения для заданной связи должны охватывать атрибуты перечисленные схему отношений для связи должны заноситься ключевые атрибуты каждого из множеств сущностей соединенных связей если связь обладает собственными атрибутами то там также должны ими появиться если одно и то же множество сущностей в контексте связи упоминается многократно в различных ролях каждый из его ключевых атрибутов боится в отношении столько раз сколько он в них участвует ну вот у нас с вами на прошлом занятии был пример с кинофильмами да и там была такая история как киностудия владеет кинофильмом схема отношения владения для связи владения мы ведем ключевые атрибуты множество сущностей соединенных собственными это название год производства множеством но есть как мы да с вами договорились множеством фильмов что это позволяет это обособить ну и собственно название уже от студия ну мы его изменим на наименование студии собственно у нас появится три атрибута теперь вопрос какая она здесь должна быть связь ну жить я взял конечно недостаточно яркий пример но как бы это ни было здесь должно быть два названия получается так собственно по ним можно связаться единственное надо будет поменять там название например для удобства ну кроме этого можем например придумать какой-то другой вариант вот у нас станки мы тоже разбирали с вами примерно станки стоят некой зоне производства вот для того чтобы станок стоит то есть у нас будет там у нас будет станок например станок наименование его некий код здесь у нас будет наименование ну тут сто пятьсот других атрибутов здесь будет наименование зоны 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 производством наименование зоны производства и у нее сто пятьсот других атрибутов размер зоны ну соответственно понятно что общая связь будет представлять собой код наименование зоны наименование зоны зоны но при этом я хочу чтобы вы помнили что у нас есть возможность добавить уникальные атрибуты я сказал повторюсь кто обратил внимание у нас там была такая сущность как контракт между студией между консалтером компанией проект сущность контракт и вот сущность контракт она тоже является отношением не превратили мы превратили это связь связь мы превратили здесь отношения мы в него добавляем атрибут например гонорар мы с вами обсуждали она появляется в общем то и четырех вариант не могут быть точно так же представлены здесь ничего сложного нет иногда отношения получаем в результате прямых преобразований измножить с учителей связи и здесь считать на лучшей форме бывает необходимость объединять в одни несколько отношений ну помните чтобы не было задвоения например вы объединяете два отношения у вас получается ситуация когда в одной базе по одному и тому же фильмы идут актеры получается у вас что будет например фильм властелин, коллег, голод, фильмы все абсолютно значения компонентов разные кроме имени актера ну это на самом деле неправильно представьте себе вот у вас 10 миллионов строк и разный только один компонент в этих строках одно значение одного столбца это плохая база плохая схема значение экземпляров не виновны это виновен проектировщик как с этим справиться мы с вами конечно поговорим но сильно потом как я и говорил так называемые слабые отношения мы с вами рассматривать не будем потому что путаницы полно уже с этим если у кого-то возникнут вопросы по этому пункту пишите в комментариях попробуем с вами разобраться и так на этом наверное по этому вопросу мы закончим следующее занятие у нас будет сложное соберитесь следующее занятие будет включать в себя немножечко даже реализационные ангибры что ли господи теория множества в общем и говорить о функциональных зависимостях к сожалению я вот все думаю как избежать сложности я всегда ставлю для себя задачи когда пишу видео рассказать вам так чтобы это было максимально просто даже вот стал писать сценарий видео чего раньше никогда не делал чтобы не говорить сложных вещей непонятно но здесь никак здесь никак и пример наверное у нас будет кинематографическим скорее всего наверное потому что очень удобный пример ладно спасибо за внимание ставьте как обычно лайки подписывайтесь будем продолжать изучать сложные вопросы в базах данных я еще раз отвечаю на вопрос где работа непосредственно с microsoft SQL да будет будет вам работа с SQL с Microsoft SQL с MySQL и с PathgreSQL я уже решил что будем показывать по ним может быть будет даже Oracle ну Oracle есть как оказалось бесплатная редакция честно говоря я об этом сам даже не знал уже извините но не обещаю но бесплатная редакция Oracle оказывается есть вот спасибо за внимание до свидания